Главный финансовый документ страны, бюджет на следующий год, около часа назад принят Государственной Думой в окончательном третьем чтении. Сегодня же его направит Совет Федерации. Однолетний бюджет сверстан исходя из ожидаемой инфляции в пределах 6,4% и среднегодовой цены на нефть в 50 долларов за баррель. На пленарном заседании обсуждали еще несколько важных тем, в том числе волнующий многих вопрос о льготах по взносам на капремонт. Сегодня же Госдума в первом чтении приняла новый закон, согласно которому расширяется список тех, кому платить за капремонт придется меньше. Представители думских фракций уже успели высказать свое мнение относительно проекта. В послании президента он говорил о настоящей адресности. Мы это время тоже активно работали, искали возможности. Вместе с правительством большое спасибо. Удалось найти такое решение. В связи с этим мы расширяем категорию. Это инвалиды первой и второй группы и одинокие люди старше 70 лет. Они будут платить только 50% причитающихся выплат. По моим сведениям, некоторые субъекты уже работают на опережение и уже начали предоставлять определенные льготы гражданам. Но согласитесь, что это уже право субъектов. И я благодарна всем депутатам, которые нас поддержали, потому что на самом деле это будет проект, который представляют депутаты всех четырех фракций. Прежде всего, новый закон будет касаться пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.